Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Никлуха МакФлай. Снова путешествую, я в Калининграде. Собор главный, там могила Канта, здесь синагога, там рыбная деревня. В общем, давайте буду показывать. Я здесь был, кстати говоря, 15 лет назад и вообще не узнаю город на самом деле. Короче, посмотрим центр Калининграда. Погнали! Мы на острове Канта. Я уже говорил, что было здесь 15 лет назад. Так вот, 15 лет назад у собора не было крыши, и он был весь в лесах, и вот этой башни тоже не было, и было достаточно печальное зрелище. Мы, кстати, внутри постройки ходили сейчас. Прям красота вообще. Сделали вокруг суперпарк с лавочками, скамейками. Была прям заброха-заброха, отвечаю. Там могила Канта. Пойдемте смотреть. В стенах собора не только Канта похоронен, но, смотрите, это тоже могила. Эпитафия Йоханна фон Крейса, канцлеру Пруссии, его жене. Вот, получается, они здесь похоронены, в стене собора. И еще одна надгробная плита, еще одна эпитафия. Также в стене собора. Смотрите, какие надписи интересные. Но я хочу, чтобы мой спаситель жил, у меня потом из недр земли блаженство пробудил. Тут тоже какая-то эпитафия, смотрите, друзья. А где сама плита, так сразу и не скажешь. А вот она в окне. Сейчас в соборе концертный зал. Там проходят концерты органной музыки. Можно зайти послушать орган. А вот так остров Канта выглядел при немцах. Вот он собор. Это замок. Вместо него сейчас совершенно уродливое строение. Вон оно белое. Поближе покажу обязательно. Кстати, заброха. Вот, замок снесли в 70-х годах 20-го века за ненадобность. Вот. Ну, получается, кроме собора ничего, в общем-то, не сохраняется. Ладно, сбор, собор. И здесь, ну, здесь, понятно, дело, еда, сувениры, кассы. Но зачем-то есть рельсы. Кто знает зачем, друзья, напишите в комментариях. Ну, причем начинаются вот здесь и заканчиваются вот здесь. Странно. Так, мы зашли внутрь собора. Там православный храм. Здесь лестница в музее. А там концертный зал в основном здании собора. Ну, концертный зал закрыт. Но мы попробуем хотя бы заглянуть. Здрасте. А тут ничего не работает, да? Билет на концерт для 12 часов. А, в 12 концерт, да? И идете, посмотрите, посмотрите, смотрите, смотреть на видео. Ага, я понял. Хорошо, спасибо. Так, мы идем узнавать, сколько стоят билеты. Если не очень дорого, возьмем и внутри поснимаю концерт для вас. А цену концерт стоит 450 рублей. Я бы сказал, охренеть, как дорого. Блин, охренеть, как дорого. Короче, 450 рублей тысячу мы заплатили с женой. Хорошо, детям бесплатно. Ну ладно, зато я вам концерт покажу. Пойдем сувенир пока посмотрим. Я обожаю калининградские сувениры. Это когда все на свете из янтаря. У меня есть дома маленькие картинки. Не знаю, как вам, но по мне янтарь это такое бабушкинское украшение. Я, кстати, планирую завтра отправиться на море и пособирать янтарь самостоятельно. Поэтому, друзья, надо подписаться на канал. Вот. И, ну, естественно, будут снимать видео, как я собираю янтарь. Так, давайте посмотрим цены на вещи из янтаря. Сова 250, 2,5 тысячи. Вот такая сова 4,5 тысячи. Брелочки по 200 рублей. Маленькие совы. 250, 500. Вот, по 50 рублей такие штучки продают с янтарем. Ну, таких я и сам найду много. Браслеты 2,5 тысячи. Вот такие штуки. Тысяча триста. Тысяча, тысяча четыреста. Так, сувениры за последние 15 лет дешевле не стали. Я бы даже сказал, стали гораздо дороже. Ну, понятно, тут теперь такая красота. Раньше тут вообще помойка была. Вот. Что еще? А, могила Канта. Пока не начался. Концепт пошли смотреть. Самое главное достопримечательность могил Канта. Есть вообще в нашей стране города, где нет памятника Петру Первому. О, акушка, кстати, натуральственная. Вот это интересно. Ну, лучше, чем странный памятник Петру Первому. Так, могила Канта там. Пойдемте. Друзья, прикольно сделано. Это получается из органного зала туалет на улице. Ну, то есть не стали в соборе делать туалет. Здесь вот такой тоннель. И туннель, я так понимаю, он раздвигается. Да. Ну, сейчас мы зафиксируем каким-то образом. Но в зимнее время, то есть здесь получается теплый тоннель до туалета. А сейчас раздвинут. Вот это интересно. Я такого никогда не видел, кстати. Ну, получается, вам могила Канта. Ну, она сразу выделяется. Там в Советском Союзе Канта любили. Мрамор на него не пожалели. Вот. Но здесь и помимо Канта очень много разных могил. То есть каждая вот эта табличка. Это чья-то могила, чья-то эпитафия. Вот, к примеру, эпитафия Матюса, Юстаса, Отцу. Почитайте. Я что-то не понимаю. Они там изначально прямо вот так высоко хранили. Тут опять эпитафия. И здесь тоже метров пять над землей получается. Ну, наверное, да, изначально там и хранили. Ну, и вот, смотрите, до могилы Канта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть могил. И могила Канта. Вот тут интересная эпитафия, смотрите. Петафия Альбрихту Барону Цукителец, Регенту Иландскне. Лан... А, неважно. Надпись на немецком языке. Благодарн Альберг Барон Цукителец, Регент и Лангофмейстер, Герцог Стопруссии. Тихо скончался и упокоился сбоку. Тихо. Ну, так вот, без пафоса. Тихо скончался, сбокуился сбоку. Ну, и самая главная достопримечательность Калининграда. Это могила Эммануила Канта. Мощно. В мраморе. Красное. Подойти невозможно. Цветочки кто-то даже принес. Подойти невозможно. Смотреть особо не на что. Просто. Вот такая. Вот такой надгроби. И написано Мануил Канта. Вероятнее всего, был он похоронен прямо в стене. Хотя, может, и здесь. Кто знает. Кто знает, как там было на самом деле. Ну, я говорю, когда был последний раз, получается, 15 лет назад, здесь могила Канта была в точно таком состоянии. Все остальное было в лесах и в разрухе. Пока ждем концертной органной музыки. Предлагаю пойти посмотреть на новоделы. Это синагога. Я так понимаю, что ее не было. Это новострой какой-то. Вот. И рыбная деревня. Это тоже несколько домиков. В таком немецком силе тоже новостройки. А вот здесь когда-то стоял замок. Но сейчас стоит вот эта уродливая штука, которую называют голова робота. И она заброшенная. Кто смотрел орелу-решку, туда наверх забирался ведущий. Стрелом. Ну, то есть, чтобы вы понимали уровень странности Калининграда, вот это прям типа немецкая штука, красота, советская панелька, современная стекляха, какая-то еще панелька и остров Канта. И все это вот на пятачке в 500 метров. А, ну тут какая-то рынок, стройка, плевотина, короче. Странно, странно. Мы зашли погреться в магазин янтаря. Сейчас я вам покажу, вы одурите, смотрите. Ну, янтарь, ладно, 24 тысячи. Знаете, сколько замок из янтаря стоит? Вот так выглядит рыбная деревня, маяк, домики. Ну, везде рестораны, магазины. Вот, с той стороны советская панелька, еще одна панелька, вегетолия, стройка. Ну, если зайти с другой стороны, с той, где не видно современную советскую застройку, то очень даже неплохо. Пара ресторанов, остров Канта. Вы видите шар? Это музей Мирового океана. Туда мы тоже пойдем, обязательно тоже будет ролик. Блин, ну вот это дерьмо построили, конечно, вообще. Тут бы вот тоже что-нибудь такое, типа замку построить, и вообще было бы красиво. Вот так нормально, а вот так... Смотрите, друзья, прикольно. Люди идут с VR-очками. Видимо, у них была какая-то экскурсия 3D, наверное. Вообще будущее наступило. Ну, и главная фишка в последнее время в Калининграде это вот такие маленькие фигурки, которые разбросаны по всему городу. Попробуем найти их все. Вот так, смотрите, выглядит 3D-экскурсия. Люди в очках. Там, видимо, смартфон. А зачем вообще тогда из дома выходить? Можно дома сидеть вот так вот. Шучу программу. Странно. Вот смотрите, друзья, вот так выглядел остров. Давным-давно. То есть максимально плотная застройка, в середине собор. Вот, а сейчас абсолютная пустота и парк. Вообще ничего не осталось, ну, кроме собора. Так, у нас, кстати, время подходит идти на концерт органной музыки. Пойдемте слушать орган. Друзья, мы внутри собора. Давайте смотреть, что здесь есть. Есть вот такой посвечник. Ну, собственно, сам собор. А, здесь, смотрите, все наоборот. То есть мы странный какой. Странный какой-то кто. Попробуем. Здесь, получается, орган, он... У нас, как бы, обычно в церковь ты заходишь, и с той стороны алтарь, правильно? А тут наоборот все. То есть мы сейчас вошли со стороны органа. И орган здесь. А в алтаре, получается, ничего. А, ну, там тоже какие-то ряды музыкантов. Ну, ряды зрительных залов. Здесь сейчас через концертный зал здесь проходят органные концерты. Секрет, видите, остатки старых скульптур. Сейчас начнется концерт. Меня зовут Мансур Мизуков. Я титулярный органистка федерального собора. И сегодня... Музыков. 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 Смотрите, типа часовни, я так понимаю, католическое, внутри собора. И смотрите, сколько денег. Это, знаете, напоминает Форт Боярти. Паспартово, сколько у нас ключей. Ньютер. Вот снова, друзья, миниатюра центра Фениксперка. Вот собор, в котором мы находимся. Соответственно, супер застроен остров. Сейчас здесь абсолютная пустота. И вот там был замок. Там вообще стоит это уродство. Короче, друзья, я, кажется, нашел самого эффективного артиста нашей страны. Судите сами, концерт анганной музыки проходит здесь, в соборе, два раза в день. В 12 и в 14.00. Сейчас было примерно 500 человек. Соответственно, несложно посчитать, если 400 рублей стоит билет, то бюджет одного концерта, ну, это примерно 250 тысяч рублей. Соответственно, два концерта дают полмиллиона. Полмиллиона в день зарабатывает один органный, один органист. Полмиллиона в день он приносит в бюджет. Соответственно, в месяц это 15 миллионов, и в год это 180 миллионов. Назовете мне еще одно бюджетное учреждение, где один артист приносит столько денег. Таких не бывает. Вот такой, друзья, кафедральный собор Калининграда. Собственно, погуляли сегодня с вами по центру города. Не знаю, понравилось вам или нет. Я под впечатлением, потому что, опять же, повторюсь, я был здесь 15 лет назад. Здесь прям была разруха-разруха. Сейчас интересно. Миклух МакФлай, подписывайтесь, путешествуйте, любите историю. Стоп, я уточнил. Концерта не два, а три в день. Соответственно, 12, 14, 18, 00. То есть, я сейчас все неправильно посчитал. То есть, получается, в день 750 тысяч рублей. Да? Да, в день. Ну, миллион. Короче, в день миллион, грубо говоря, что-то около 20-30 миллионов в месяц приносит. Один человек, один организм. Представляете? Вот, гениальный бизнес-план, мне кажется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok